Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас очередной выпуск рубрики на коротке и он, к сожалению, наверное, все-таки будет грустный, потому что нелегко прощаться с одним из лучших, наверное, легионеров за всю историю нашего клуба. Урош Николич сегодня у нас в гостях. Урош, поприветствуй. Ну что, пришло время прощаться, да? Два с половиной года прошло? Ну, два с половиной года прошло очень быстро, но эти два с половиной года я могу сказать, что все, как начали, не получилось все сразу. Надо было немножко подождать. Просто хочу сказать спасибо всем, что они верили в меня, подождали немножко, а потом увидели, что я могу. С какими мыслями ты покидаешь Минск? Ну, просто я могу сказать, что, да, у меня здесь получилось, страна, как за жизнь, для меня нормальная, но я могу сказать только хорошего про это время, которое я здесь был. Но все равно Минская Динамо для тебя получилось как трамплин в карьере, потому что Макаби-то, я думаю, достойно продолжения твоей карьеры. Ну, получилось. Так что, да. Как трамплин в моей карьере все играл нормальный сезон, но как в жизни бывает все играешь хороший сезон на хорошем уровне, то надо продолжать дальше, если есть вариант у тебя. И всегда надо стремиться к верху. Вот на моей памяти, наверное, ты один из самых нетипичных балканцев в истории нашего клуба, потому что, ну, вот лично для меня, например, вот любой балканец, он всегда улыбается. Если ты улыбался, это должен был быть большой праздник. Почему так вот? Почему ты такой был вечно хмурый, серьезно, расскажи. Ну, просто, как я тебе раньше сказал, жизнь это не легкое дело. Есть проблемы с папой, все здоровьем, так что, когда я это узнал, я намного поменялся. Поэтому серьезно стала относиться к некоторым вещам, правильно? Ну, это да. Не просто тебе было первое время здесь, адаптировался ты довольно-таки тяжело. Ну, не просто, потому что у меня раньше со здоровьем большие проблемы, я сбросил 6 килограммов полгода. Так что тяжело было мне. Что была проблема? Ну, с животом большой проблем, потому что у меня аллергия была раньше. Глутен, молоко, молочные продукты, но я это не знал 20 лет. Ну, и потом началось каждый день, я себя плохо чувствовал. Сделал все экзамен, и они просто сказали, что много токсинов в организме. Надо менять диету. Я поменял диету. Только фрукты, овощи и мясо. В 8 месяцев. Просто много килограммов. Фрукты, овощи и мясо. Так что много месяцев ушло. Ну, и потом началось травмы одна, вторая, третья. Пропустил много. Так что надо было немножко набрать форму и силу. То есть из-за этого ты проводил в тренажерном зале очень много времени? Наверное, никто больше тебя там не сидел в команде? Ну, это да. Если хочешь успеть, это самый быстрый путь работать. Ну, и всегда надо работать. Ну, в принципе, у тебя неплохо получилось, потому что ты такой парень в тренажерном зале очень крепкий. Довольно жилистый. Ну, слава богу, все нормально. Как я им сказал, я поцелуем этот тренажерный зал. Потому что этот тренажерный зал мне зарабатывал хороший контракт. И для тебя даже специально готовили наши столовые, если я не ошибаюсь. Правильно? Было такое? Ну, да. Что готовили, расскажи. Ну, всегда только просто. Рис, мясо, картошку. Но просто без соуса, без ничего. Как тебе наша картошка белорусская здесь? Ну, нормально. Я думаю, ты много чего попробовал. Драники. Драники понравились, да? Хорошо. На базе они были великолепные. Нормально. Скажи, вот ты должен был перейти в бельгийский стандарт, но переехал в Минское Динамо. Ну, там просто не получилось. Так получилось? Ну, там просто не получилось. Надо было подождать немножко. Мы хотели сделать трансфер капитана команды. Но он летом не ушел, он ушел зимой. Так что я не хотел ждать до зимы. Просто подумал немножко, знал, что Динамо будет играть либо квалификации Лиги Европы, либо Лиги Европы. Так что думал пойти туда, сыграть. Ну и все получилось. Послушал свое сердце. Оно не уничтожилось. Так что я считаю, что все получилось как надо. Урошель, 2016 год. Ты перешел летом. За это время сыграл почти 9 полных матчей. В одном матче тебя заменили на 90 минуте. Ноль голов и ноль пасов. Ну, статистика не самая лучшая для игрока. Ну, конечно, плохая статистика. Но, как я сказал, много проблем было. Еще я со отпуска пришел. Месяц ничего не работал. Сразу чемпионат начинает играть. Сложно. Надо пройти сборы. А я в последние 34 года. Просто на этом году я пришел почти в сборы. Без травм, без ничего. Я думаю, наш главный тренер тогда учитывал все эти нюансы, когда тебя брал. Потому что ты был не очень, наверное, готов физически. Ну, он меня раньше знал. Когда я играл в Идутоне. Он тогда работал в Солиганске. В Шахтере. Да. Так что у меня раньше все нормально было. По-другому я играл. Но он знал и вера в меня, что у меня качество. Хорошая футболиста есть. Можно говорить о том, что Вера Сергея Владимировича Боровского помогла тебе. Ну, конечно. Немножко в ментальном плане. Ну, конечно. Но было тяжело вот эти первые полгода именно, когда ничего не получается. Ну, очень сложно было. Я могу сказать, что очень сложно. Но всегда в сложных ситуациях ты посмотришь, какой человек и характер у кого есть. Так что всегда надо верить. И, как я сказал, надо верить и работать. Кто помогал тебе в то время? Именно в психологическом плане? Поддерживал тебя? Ну, лучше всех семья. Семья всегда с тобой будет. Если что, там плохо. Хорошо. Семья всегда будет возле тебя. Так что семья. А в команде? Ну, в команде я с Санем Найком. Больше всех время проводил. Так что он мне помог здесь адаптироваться. Учить быстрый язык. Так что я ему тоже сказал спасибо за все. Он должен это все увидеть. Свой первый гол за Минское Динамо ты забил только летом 17-го года. Ну, долго ты не мог забить. И как тяжело было с этим бороться психологически? Ну, конечно, тяжело было. Но, чтобы сделать это футбол. Но, может быть, если бы и раньше. Потому что на первой игре, когда со четверым играл, у меня два момента было. Может быть, если бы я один забил, то бы все пошло. И, может быть, было по-другому. Но, всегда только Бог знает, почему это хорошо. И так все развивается. Что поменялось с переходом в команду Сергея Витальевича Гуренко в твоих функциях на поле? Ну, просто менталитет. Другой. По-другому стали играть. Но все знают, что у меня сначала в хороших отношениях мы так и не были. Потому что нам всегда требуют игроки, которые под нападением играют, чтобы всегда за спину. А я не игрок, который бежит постоянно за спину. Я люблю принимать мяч между линиями. И это мой футбол. Было тяжело в этом плане, да? Ну да. Сначала да. Ну а потом, что там поменялось, начали по-другому немножко играть. Тем не менее, вот именно когда пришел Сергей Витальевич, твоя статистика пошла вверх. Пять голов и семь передач за прошлый сезон. Это, в принципе, неплохие цифры. Ну неплохие, но я даже посмотрел все игры, которые играл. Так что мог еще больше забить. Я даже. Ну это понятное дело. А если бы забил больше, то в прошлом году стали бы чемпионами. Да. Это да. Матч Витебский. Каким ты его запомнишь? В прошлом году? Ну я думаю, что эти последние пять минут самые тяжелые может быть в жизни. Потому что мы свое дело сделали. Выиграли, выиграли. А потом ждали. Я считаю, что даже не знаем как, но он не получился чемпионом в этом году. Но в последние секунды очень тяжело. Наверное, такого в твоей жизни еще не было никогда? Не было. Долго потом приходил в себя? Ну, долго. Потому что весь год работали. Все ребята дали свой максимум. Но я считаю, что должны были на этом году выиграть чемпионство. Где-то, может, немножко не хватило. Но могу сказать, что провели очень хоро в сезон. Урош, вот про этот сезон давай поговорим. Это лучший сезон в твоей карьере. Правда? Ну да. Это лучший сезон в моей карьере. Так что практически я считаю, что в хороших играх я сыграл как надо. А всегда, если на таких играх ты играешь как надо, то какой вариант у тебя будет, чтобы ты продолжал дальше? Ты говорил о том, что важным моментом в твоей карьере было то, что ты полностью прошел 5 сезон в этом году. Ну конечно. С командой. И поэтому начал играть лучше. Ну да. Стал физически больше готовым игроком. А если ты физически можешь постоянно бежать, сделать что ты хочешь, ты по-другому играешь в футбол. Не все мы так вот довольно глубоко разбираемся в футболе. Вот для наших простых болельщиков расскажи, насколько важно пройти полностью всю предсезонку от и до для футболиста. Ну это с начала года самое важное. Потому что это база за всю сезон. Даже если ты проходишь хорошую предсезонку, и потом у тебя в год будут какие-то травмы, у тебя больших проблем не будет, чтобы ты быстро вернулся на бой. Потому что у тебя база хорошая, и ты быстро набираешь. А если без предсезонки, это очень трудно. Твоя предсезонка в Логойске, вот первый сбор, который был самый тяжелый в твоей жизни? Не самый тяжелый. Но холодно было? Холодно, очень холодно. Но год до этого я пропустил, сделал операцию. Так что узнал, как ребята тренировали на минус 15, минус 20. На следующем году. У меня впечатление. Поэтому решил уехать в Макаби, да? Ну, привикаешься. Так что и у нас в Сербии нет аплозий мы. Ну, были такие моменты, когда ты просто хотел сказать, да пошло оно все, сколько можно на таком морозе тренироваться. Ну, тяжело было. Было такое? Ну, было, но просто ты вспомнишь и потом понимаешь, что всю работу делаешь для тебя. Не за другого. Не делаешь ни за тренера, ни за твоего партнера, просто за тебя. А если ты не хочешь помочь и себе, это твои проблемы. Ты выдал, наверное, феноменальный старт в чемпионате. Пять матчей подряд ты отдавал голевые передачи. Как так получалось? Что произошло потом, что вдруг обрубило тебя? Ну, даже не знаю. Мы хорошо начали сезон. Даже не могу сказать почему, но просто, как я раньше сказал, тоже нападающий, который забьет первый гол в первом туре, начинает постоянно забивать. Есть такое дело футболы. Матч здесь на стадионе «Динамо» против питерского «Зенита», когда выиграли 4-0. Это, наверное, лучшее событие в твоей карьере, да? Если вот так вот посмотреть сейчас. Ну, потому что команда хорошая, большая команда. Но я считаю, что это не один из моих лучших игр, которые я сыграл. Не самые лучшие игры, были лучшие? Ну, я забил два, дал один, но я не считаю, что это самая лучшая игра в моей карьере. Слушай, ничего, все у нас Николич себя ценит. Два забил «Зениту», одно отдал и говорит, что ты его не лучшая игра. Молодец! Какой тогда лучший матч в твоей карьере? Просто в футбол не надо смотреть, кто сколько забил, кто сколько дал. Есть игры, где ты не забиваешь, но лучше играешь, чем игры, которые ты забил. Ну, так вот тогда, какой лучший матч был на твоей памяти? В «Динамо» были какие-то матчи, которые лучше тебе удавались? В «Динамо» я с шахтером очень хорошо сыграл на прошлом году. Когда забил гол. На «Вест». Когда выиграли «Динамо». Ну, я считаю, что это лучшая игра моя в «Динамо». Как случился тот гол, который ты забил? Можешь вспомнить, ты рассказал то, что брат тебе сказал, если будешь примерно в этой позиции. Ну, да. День первый игрой мы смотрели, по-моему, «Астана» с «Динамо» с «Загаром». Тоже такая позиция была. И игрок, с которым я раньше играл в «Видеотоне», просто прибил, попал в штангу. Ну, мне брат сказал, если будет такая позиция, попробуй, бей поворот. Все получилось. Ну, так что я посмотрел, вратар немножко стал. Думал, что я подачу буду делать. Ну, просто прибил. Как считаешь, за счет чего все-таки удалось тогда так здорово сыграть? Это, наверное, было бы лучше начать нашей командой? Потому что много желаний в команде вела. Как я сказал, много негатива про «Динамо» и про команды в этой стране. Ну, а мы просто хотели всем показать, что мы сможем сыграть игры с хорошим соперником. В Питере за пять минут до конца тренировки ты ушел с поля хромая. Какие мысли тогда были в твоей голове, когда понимал, что, скорее всего, не получится сыграть? Ну, просто мне жалко стало, что вообще не могу как свою помощь от команды. Было очень тяжело, я помню этот взгляд. Ну, тяжело было. Потому что первую игру хорошо сыграли, но я считал, что мы даже приходим дальше. Ну, и самое трудное, если ты в трибунах смотришь и даже ничего не можешь сделать. Что происходило внутри, когда ты сидел и смотрел этот матч? Ну, это даже невозможно рассказать. Потому что просто сидишь, даже смотришь, видишь, где проблемы, где что надо, а даже никого помощи не можешь дать. Что потом было в твоей голове? Ну, вообще, вот так ты переживал то, что случилось тогда? Ну, понятно, что тяжело было. Так что мы знали, что пол дела сделали, надо было еще вторую половинку, но просто что-то не получилось. Согласен с тем, что этот матч стал стартом черной полосы в чемпионате, за который очень много очков потеряли? Ну, конечно. Потом начали тирать очки со соперниками, где вообще не надо тирать очков. Урос, чемпионат еще не закончат, поэтому в итоге сезона подводить, наверное, рано. Но вот, в принципе, для тебя два с половиной года в Минском Динамо. Какими они запомнятся? Ну, я всегда сказал, что всегда по-хорошему будем помнить Минск. Потому что, да, сначала может быть немножко тяжело и трудновато, но потом все началось нормально. Так что могу сказать спасибо всем за эти две с половиной года, болельщикам, ну, тренерам, игрокам, всем, которые работали с нами. Так что спасибо большое всем. Тебе уже задавали этот вопрос, кто самый неприятный защитник в чемпионате Беларуси? В прошлый раз ты на него не ответил. Для тебя, кто все таким останется за то время, что ты здесь поиграл? Против кого было тяжелее всего? Даже не помню, против кого тяжело было играть. Ну... На вскидку. Может быть, в двух сторонках наших против кого-то было тяжело играть. С Ромой. Рома бегло. Но всегда я играл справа, а он в другую команду справили со мной, но я против него даже не играл. Ну, может быть, что... Ну, вот наконец-то добились от тебя правды. Ну, может быть, да. Ну, а лучший партнер в команде? С кем было проще всего играть? Кто тебе помогал больше? Кто понимал тебя больше всего? Ну... Я люблю с Романом играть. Роман бегунов. Если он справа играет назад, то я знаю, что много людей не будет проходить по этой стороне. Так что один раз за игру, да, не могу пойти в атаку, но остальное он все закрывает. Так что с ним мне было легко играть. Ну, я люблю всегда, когда он играет за меня. По кому в команде будешь скучать больше всего? Ну, это людей, которые больше всех время проводят. Ну и на голове. Так что мне почти 24 часа, 20 вместе. И Вова Хвашинский твой лучший друг. Вова Хвашинский. Про папу. И потом поменялся немножко. Но я себя немножко видел его. Так что нашли друг друга. Урош, какое твое любимое место в Минске останется? Что ты будешь вспоминать с теплотой особой? Ну, кроме стаек, понятное дело. Да. Кстати, он трактор может? Не, стадион трактора я не думаю, что останется. Потому что нам всегда тяжело было играть на тракторе. Почему? Ну, даже не знаем. Поле. Ну, поле же там отлично всегда. Без полива. Но всегда без полива. Медж медленно ходит. Но всегда буду им вспомнить стадион Динамо. И может быть как и ресторан, где я постоянно ходил. Ласкало. У нас будет небольшой блиц. Мы предлагаем тебе вспомнить всех лучших партнеров, с которыми ты играл в Минском Динамо за два с половиной года. Итак, наша любимая схема 3-4-3. Три защитника, два фланговых, два опорника и три атакующих игрока. Сейчас я буду называть тебе позицию. И ты должен будешь сразу же назвать лучшего партнера в Минском Динамо, с кем ты играл на этой позиции. Договорились? Хорошо. Вратарь. Бурно. Центральные защитники два. Миногалович. Сочирка. Третий центральный защитник. Он все-таки еще молодой, ему будет приятно в будущем. Хланговые. Давай слева начнем. Слева. Он даже у нас слева. Мунир. Мунир. Да, вспомнил. Правый защитник. Робин. Опорники. Яхая. Наёк. Атакующий. Триок. Но сорока, как нападающий. Ёохший. Третий. Я. Или на скамейку запасных. Но, как тренер скажет. Кому капитанскую повязку подадим в этой команде? Саша. Наёк. 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 Несколько слов болельщикам. Ну, как я сказал. Спасибо всем. Спасибо за эти две с половиной года. Мы всегда по хорошим будем помнить клуб. Желаю всем здоровья, удачи. И я надеюсь, что Динамо чемпионом станет. Быстро. Ну, а мы будем болеть за тебя, Гуруш. Удачи тебе. Спасибо большое. Спасибо. Здоровья.